еще раз всем добрый вечер мы продолжим наши студии которые посвящены некоторое время будут маймониду рамбаму мы прочитали с вами предисловие в рамках его комментариях мишне и начали читать собственно говоря первую главу первой книги мишны тора 1 глава точнее первая книга называется книга и знания и вот мы ее начали читать удивились успели удивиться довольно сильно сейчас продолжим ваше удивление должен удивляться по-моему мы успели прочитать буквально первую самую строчку прочтем ее еще раз основа основ исток всех наук знать что существует некто первый сущий и он наделяет существованием все существующее и все существующие на небе на земле и между ними обязаны своим существованием только непреложной действительности его существования то есть нам рассказывают про собственно говоря то что называется у аристотеля перводвигателем или первопричиной и рамбам говорит об этом называя это основы основ а у нас вот это этот раздел книги знания называется илхот есудэ га тора то есть основы тора здесь это переведено как фундаментальные законы тора и вот с этого собственно говоря начинается что начинается кодекс еврейского закона мы в прошлый раз успели уже удивиться на почему уже кодекс еврейского закона начинается вообще с того что нужно знать давайте я посмотрю как это звучит на иврите на иврите это звучит так леса да и судот вы амут ахаху вот весь во множественном числе на и столб знания все снова основ действительно и столб знания лида вода знать и вот это ну и собственно сама книга называется но это первое называется книга и знания поэтому понятно что он начинает сознание но почему мы собственно говоря этому удивились ну во первых мы удивились потому что ведь у нас нет источников которые 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 бы говорили нам о вот этом самом первосущем то есть где собственно говоря мы встречаем подобного рода определения всевышний ну нигде да то есть еврейских источниках ничего подобного не встретим первый сущий который наделяет своим существованием все существующее и все это очень близко к тому что говорит аристотель и очень далеко от того что говорится в принципе в источниках анахи и так далее мы не найдем подобного рода вещей по поводу того как здесь опять же в оригинале да чтобы мы поняли что собственно говоря здесь переведено как первосущий в оригинале говорится мацуиришон действительно существующее первое существующее мацуиришон ну и рамбом играет как бы этим словом собственно в русском языке достаточно ясным образом да существованием играет мацуиришон вэгу мамцы коль немца вэхоля немца им вот это мацуир собственно говоря тот же самый глагол да который связан с существованием этот самый глагол используется и для определения вот этого первого существующего и в дальнейшем используется как определение того что собственно говоря ну видите здесь перевод достаточно правильный один первый суще он уделяет существование все существующее не убежал не обязаны своим существованием и эти слова существования тоже на русском повторяется многократно здесь перевод совершенно адекватный если представить что его не существует ничто другое не может существовать А если представить, что все существующее кроме него исчезнет, он один останется существовать и не исчезнет с исчезновением всего, так как все нуждается в нем, а он благословенный не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений в отдельности То есть то, что философы бы назвали более поздние философы, назвали бы это трансцендент То есть то, что находится за пределами мира Но вся терминология здесь является терминологией философской, а вовсе не традиционной Хотя мы могли бы сказать, что Рамбам своими словами, так сказать, суммирует то представление, которое существует в иудаизме о Боге Ну, наверное, тот, кто не читал Аристотеля и его комментаторов, действительно может представить себе, что это просто на, так сказать, ином языке выражение того, что следует извлечь из еврейских источников Ну, такой взгляд, конечно, тоже возможен Но тот, кто читал Аристотеля и его комментаторов, понимает, что Рамбам использует именно такого рода терминологию Ну, и, как я уже сказал, одно из главных удивлений, инноваций Рамбам Далее, это то, что, собственно говоря, знание как таковое, оно является частью чего? Частью халахи, то есть частью закона Если говорить о иудаизме, не знаю, библейском или талмудическом, то мы уже об этом говорили, да, то есть нет догматики, нет определения того, что человек должен знать Что человек должен думать, да, то есть думают по-разному, знают тоже что-то, знают, что-то не знают, закон, например, можно знать, да Но то, что касается представлений о мире или даже представлений о Боге Нет законодательного утверждения относительно того, что, собственно говоря, человек должен себе представлять, что он должен знать Конечно, существует Шма Израэль, Ашам Элокейну, Ашам Эхат, да, но кто это такое, Шма Израэль? Да, это своего рода аутотренинг, так можно сказать, да, человек обращается к самому себе и говорит про Бога Ну, там нет описания того, что же это такое, да, то есть что такое, да, этот самый Элокейнг Ясно, что он один, да, единственность его очень важна, но что это такое, мы особо не встретим А вот Рамбанд дает этому определение, причем он с этого определения, собственно говоря, начинает Ну и дальше он продолжает, поэтому его сущность не похожа на сущность ни одного из творений Почему? Потому что он трансцендентен, да, то есть он находится за пределами мира Все существует благодаря ему, благодаря вот этой сущности А он существует независимо от всего того, что существует помимо него И поэтому его сущность не похожа на сущность ни одного из творений И об этом говорит пророк, Господь Бог, истинная сущность Видите, что пытается сделать Рамбан в данном случае Он говорит о том, что вы зря удивились Ну вот удивились, сказали, нет, в еврейских источниках ничего подобного нет Он говорит, нет, 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 почему нет, есть в еврейских источниках вполне Вполне мы можем это отыскать И в данном случае ссылается на пророка Ермиял То есть он говорит, что Здесь у нас разбиение Я сейчас посмотрю, как этот стих звучит на еврите Продолжение следует... То есть когда Тора говорит, что нет кроме него Или когда пророк Ермиял говорит И Господь Бог истинна Вы видите, что сделал здесь переводчик Я поэтому посмотрел ивриты Переводчик сделал истинную сущность Но самого понятия сущность Собственно говоря, у нас нет ни в библейских источниках Ни в талмудических Это, собственно говоря, понятие философское Понятие сущности Мацуй, как говорит Рамбом Или немца То есть то, что существует И оперирование с вот этим самым немца или мацуй Мы не находим в других источниках Они как бы... Такого рода терминология Она появляется только в философских произведениях В том числе и еврейских авторов Которые, по сути дела, переводят с арабского То, что рабы переводят с греческого Как вот это самое понятие сущности И только его существование Непреложная истина И ничто другое не обладает Непреложным существованием Сопоставимым с его существованием И о том же сказанном в Торе Нет другого, кроме него Мельвадо То есть ничто не существует Столь же непреложно, как он Тем самым Маймонит в каком смысле отвечает на наше недоумение Говорит, вы думали, что нет В Торе ничего не про это не сказано Нет, сказано и в пророках И в Торе сказано Мы могли бы с ним спорить И говорить, что нет Это в общем-то не про это А он считает, что именно про это Ну и здесь оспорить очень сложно Потому что нет никого, кроме него Конечно, можно, наверное, понять Как уникальность выделения Бога Отделения его от всего существующего От всего существующего Этот некто, дальше говорит Он непреложно сущий Бог мира Господин всей земли И он вращает небесную сферу Силой, которой нет конца и края Силой непрерывной Так как небесная сфера находится В постоянном круговом движении А это невозможно без движителя И он благословенно вращает ее Ни рукой и ничем-либо телесным Ну, после того, как мы Может быть, слегка смирились Смирились с этим определением Так сказать Первого сущего Отличного от всего иного И так далее И в общем, может быть, даже склонились к тому Что, ну, может быть, да, действительно В Торе есть И у пророков есть намеки Как бы, да, на то Чем является Бог Как некая трансцендентная сущность Но теперь После вот этой третьей лохи Или пятой, видите, здесь в скобочках Указывается Несколько иное деление на И параграфы, да Каждая книга В Мишне Тора Мишне Тора состоит из 14 книг Каждая книга делится на разделы Вот в данном случае мы имеем дело С первым разделом, который называется Фундаментальные законы Тора Каждый раздел делится на главы А главы делятся на параграфы Вот мы, поэтому вот эта Мумерация 1.3 Это означает первая Первая глава Третий раздел Фундаментальных законов Третий параграф Фундаментальных законов Тора А в скобочках пятый Потому что есть Рукописи, в которых деление Иное Так вот, когда мы доходим до этого Пятого или третьего параграфа И сталкиваемся С небесной сферой Видите, примечание нам дают Девятую, как будет объяснено В главе третьей Высшую сферу вращения Которая приводит в движение Остальные небесные сферы Это у нас про что? Это у нас про Птолемеевскую систему Птолемеевскую систему Которую, собственно говоря Использует и Аристотель Относительно Того, как устроенной Как устроен космос А космос устроен Таким образом Что в центре Находится Земля Вокруг Земли Есть Восемь Как сказать Сфер Эти сферы Связаны с планетами Движущимися Они называются Кохвейганлеххит Движущиеся Как бы звезды Эти движущие звезды Это планеты По сути В нашей терминологии Это Луна Это Венера Это Меркурий Четвертое Это Солнце Дальше Марс Сатурн И Юпитер И Значит Девятая сфера Это так называемая Сфера неподвижных звезд Или Сфера неподвижных звезд Она восьмая А девятая Опять же Есть разные Немножко Разнятся У некоторых авторов Средневековых Сама по себе Вот эта система Но в общем и целом Она выглядит именно Таким образом Как я сказал И вот эта высшая сфера То есть Самая дальняя Она как бы запускает Движение Всего остального И Собственно Бог Как перводвигатель Здесь именно Так и обозначен То есть Он вращает Небесную сферу Вот эту сферу Высшую Которая Задает Собственно говоря Движение Всего Над Надземного Мира Всего того Что находится За пределами Земли И Он даже здесь Назван так Да То есть Без Это невозможно Без движителя Ну Естественно Что он вращает Ни рукой Ни ногой Ничем телесным Да Но тем не менее Определяется Вот это самое вращение То есть По сути дела Получается Что это перводвигатель Он в том числе связан Или понятие перводвигателя Оно связано С представлением о том Как устроен Как устроено мироздание Находящееся за пределами Земли То есть то что Собственно говоря Можно будет отнести К сфере метафизики Хотя Сам термин метафизика Конечно не имеет ввиду Именно Именно это То есть Термин метафизика Довольно скользкий Может мы По этому поводу Поговорим Как бы отдельно Какого рода Значения Приобретает Вот это слово Слово Это термин Метафизика В Корпусе Аристотеля Это просто Трактат Который идет За физикой Ну И То значение Которое Придается Этому термину Оно В истории философии Несколько Изменчивое Мы Может быть Об этом Поговорим О Дальнейшем А Арабские И еврейские Философы Часто называют Это Божественной Наукой Потому что Собственно говоря Это Близко Как бы К Вот этому Перводвигателю И Мы уже с вами Удивлялись Тому что Знание Оказывается Законом Это Удивление Мы могли бы Сказать Может быть Случайно Рамбов написал Что нужно Знать Это закон Нет Рамбов Теперь В следующем Параграфе Говорит И знание Этих Предметов Обязан Знать Про то Что есть Вот эта Небесная Сфера Которая Обращается Двигателем Этот Двигатель Есть Собственно говоря Бог И знание Этих Предметов Повелевающая Заповедь Митсват Асы Как сказано Я Господь Бог Твой Видите Он еще Приводит Стих Который Как бы Подтверждает Осмах На своего рода Подтверждающий Стих Подтверждающий Вот То что Это Повелевающая Повелевающая Заповедь Это Собственно говоря Сказано Я Господь Бог Твой Но Рамбом За Этими словами Видит Повелевающую Заповедь И каждый Кто допускает Мысль О существовании Другого Бога Нарушает Запрещающую Заповедь Как сказано Да не будет У тебя Других богов Кроме меня Это у нас Диколог Это 10 заповедей Которые Рамбом Здесь цитирует И говорит Что это основа Собственно говоря Знания этих Предметов Это То что Вкладывалось Вот в эти Простые слова Я Господь Бог Твой Ну А про Других Богов Понятно Значит Тот Кто С этим Трудно Поспорить Это Нарушающая Заповедь Это тот Кто представление Имеет О других Богах И отрицает Основу Веры Так как Это Фундаментальный Принцип От которого Зависит Все Другими Словами Мы В каком-то Смысле Получили Некое Определение Некое Определение Некое Представление О том Что такое Бог Нигде Еще раз Сочинение Тех Авторов О которых Мы Говорили Там Саадига Ибн Гавирова Иуда Иуда Оливи Во всех Этих В их Произведениях Безусловно Присутствует Бог И так далее Но Даже Если В этих Произведениях Есть Некая Попытка Разговора Что ли О Боге Да Или Попытка Определения Того Что он Такое Все эти Произведения Они Являются Чем Они являются Ну как бы Авторскими Произведениями Это всем История То есть Я теолог Я рассуждаю Говорю Вот так-то И так-то Я себе Представляю Бога В отличие От этого Мы имеем Дело Сейчас Со сводом Законов Это совсем Другой Жанр И поэтому Здесь Определение Является Не просто Определением А кроме всего Прочего Заповедью Митсватасы В этом Собственно Говоря В каком-то смысле Инновация И Революционность Того Жеста Который Совершает Рамбом Включая Вот Все Это То есть Мы пока Чуть-чуть Прочитали Но Сейчас Пройдем Чуть дальше Включая Все это В кодекс Закона А не Просто В теологическое Произведение Ну хорошо Дальше он говорит Этот Бог Один А не Два Или Больше Среди Всего Существующего Миря Нет Единства Подобного Его Единства Его Единства Не Подобно Видовому Единству Включающему В себя Множество Единиц Его Единства Не Подобно Телу В котором Можно Вычленить Части И Размеры Един Он Таким Единством Какому Нет Подобия В мире То есть Вот это Заданное С самого Начала Трансцендентность А именно Внеположенность Миру Того Первосущего Подчеркивает Рамбом Еще и В связи С тем Что Представители Калама Предположим Сматривали Как Атрибут Единственных Бога Мы Помним Что Представители Калама Единственность И справедливость Бога Это Его Как бы Качество Его Атрибуты И Себя Множество Представителей Этого Этого Бида Так Вот Здесь Это Единство Другого Рода Это Не Одно Тело Я могу Сказать Вот Стоит Один Дом Или Один Дуб Нет Нет Это Единство Не Такого Рода А Каким Можно Представлять Его Единство На этом Этому Единству Нет Никакого Подобия В мире То есть На самом деле В итоге Это Единство Оно Неуловимо В каком Смысле Ну И Мейер Левинов Который Является Переводчиком Этой Части Мишна Тора Вот Он Предлагает Нам Сравнить Этот Параграф С Предисловием Главе Хелек Мы Как раз Считали Его Единство Его Не Является Единством Вида Или Единством Рода И Не Подобно Единству Отдельного Составного Предмета Допускающего Деление На Многие Части И Это Не Единство Отвлеченного Тела Которое Единство Только По Числу И На самом деле Допускает Бесконечное Дробление Но Он Благословенный Один И Не Существует Единству Подобного Его Единству Ну Хорошо То есть Это Единство Которого Я Собственно Представить Не Могу Хотя Говорю Слово Единство Но На самом деле Не Очень Понимаю Что За Этим Стоит Какое Представление Подобие Которому Я В Этом Мире Не Найден Если Бы Богов Было Несколько Они Были Бы Телесные Материальные Помимо Того Что Он Един Нужно Теперь Исключить Его Другие Атрибуты Которые Могли Быть Приписаны Телесность Материальность Их Нужно Исключить Он Не Телесен И Не Материальный Так Как Однородные Исчисляемые Объекты Различаются Только Свойствами Присущими Материальному И Телесному И Если Создатель Был Телесен Материален У него Были Бы Край И Предел Так Как Не Существует Тело Без Края И Без Границ Сила Того Что Имеет Край И Границу Имеет Предел И Конец Ну И Опять Примечание Совершенно Верное Что Рассуждение Повторяет Рассуждение Аристотеля В физике Относительно Того Каким Образом Определяется Материальный Объект Размеры Материального Объекта Место Которое Он Занимает Это Собственно Говоря Рамбан Повторяет Те Пассажи Да Или Те Выкладки Которые Мы Находим В Аристотельской Физике Поскольку Большая Сфера Вращается Непрерывно Это Вот Эта Самая Девятая Сфера Которую Вращает Он И Мы Понимаем Что Сила Бога Нашего Благословенно Его Имя Безграничная И беспредельна А поэтому Его сила Не сила Материального Тела А раз Он Не тело То ему Не присуще Качество Свойственные Тела На основе Которых Мы могли бы Отличить Его От другого Следовательно Бог Не может Не быть Один И знание Этого Повелевающая Заповедь Опять Еще одна Повелевающая Заповедь Это знать Что Бог Наш Господь Один И он Цитирует Шмах Знание О единстве Мы с этим Вполне Можем Согласиться Да Действительно Шма Присутствует И Слово Эхад И в Талмудической Литературе Муссируется Определенным Образом Да Эхад Сравнивается С Ахер Другой Там Далит И Рейш И в Талмуде Да Есть игра С этим Далит И Рейш Поэтому Единство Действительно Постулируется Можно сказать Или по крайней мере Упоминается Но Рамбом Здесь нам Пытаются Объяснить Что наше Представление О единстве Должно быть Как бы Быть Кристаллизован Должно быть Очищено От тех Представлений О единстве Которые Возникают У нас На основе Того Нашего Опыта Который Связан С Материальным Миром Но Как Должно Произойти Это очищение Не очень понятно Потому что Скоро у меня Нет никакого Подобия Как же я должен Представлять Это единство То есть Это заповедь Довольно Странная Знание Этого Повелевающая Заповедь Заповедь Того Что он Один Но Что такое Это единство Мы Не можем Понять Потому что Един он Таким Единством Которому Нет подобия Продолжение Парадоксальное Знание Которое Общим Знанием Как бы Не является То есть Мы могли бы Конечно Говорить Что Речь идет Не о знании Можно было бы Уточнять Речь идет Об убеждении О Некой Доктрине Которую я Как формулу Повторяю Я спрашиваю Бог один Да-да-да-да Бог один А что это значит Не знаю Не могу сказать Что такое Бог один Но Точно Он один Тогда я Как бы Декларирую Это Эта Декларация Является Повелевающей Запад То есть Или Мое Внутреннее Убеждение Несмотря на то Что я Как раз Не знаю Какой Единственность Ему Приписать Может быть Об этом Идет Речь Но В принципе Глагол Который Использует Рамбон Это Глагол Знать А Не глагол Представлять Или быть Убежденным И так далее И вокруг Этого Собственно Говоря Ну как я С самого Начала Сказал То есть Это Некая Проблема Проблема Понимания Рамбона В целом Что он Имеет Ввиду Под этим Самым Знанием И как Знание Может Являться Повелевающей Заповедью Это Довольно Как бы Скользкая Тематика Ну Например Я могу Сказать Что Повелевающей Заповедью Является Знание Теории Относительности Ну Прекрасно Тогда я должен Выучить Теорию Относительности Да И Как бы Что-то Толковое По этому Поводу Сказать А если От меня Требуется Только Например Декларация Того Что все Относительно В общем Это не очень Имеет Прямое Отношение Теория Относительности Хотя Она так Названа Но если Я не Представляю И не могу Собственно Говоря Описать Что же Это Такое То Какое Это Знание Я могу Сказать Что это Очень важная Например Тема Это Нужно Каждому Нужно Стараться Это узнать Но если Я не узнал Я не узнал И здесь Вот с этим Единственностью Бога Возникает Примерно То же самое То есть Он же Геет И говорит Как я должен Эту самую Единственность Представлять Говорит о том Что она не похожа Ни на что И тем не менее Есть повелевающая Заповедь Знать Что он один Ну хорошо Это Проблема Да Здесь нет Очевидного Ответа На этот вопрос По этому поводу Есть много Чего Написано И Грубо говоря Можно разделить Мнение Исследователей Относительно Решения Вот этого Парадокса Парадокса Знания Который знанием Не является На Два направления Одно Это знание На самом деле Имеется ввиду Действительно Убеждение И своеобразная Декларация Которая Как бы Не является Усвоенным Знанием А является Неким Начатком От которого Отталкиваясь Человек Может Занимаясь Философией С чем-то Другим То есть Наукой Занимаясь Наукой Прийти К Достоверному Знанию Для того Чтобы К этому Знанию Достоверному Прийти Он должен Чего-то Оттолкнуться Вот Вот это Постулирование Тех Или Иных Моментов Это То Что Требует Как бы Амбон Тогда Это не совсем Знание Да Это Убеждение Это Как бы Одно Из Возможных Направлений Ответа На вопрос Каким же Образом Амбон Требует От нас Знание Того Зазнать Чего Мы Как бы Вот так Не можем От того Что он Здесь Написал Две Строчки А Другое Другое Направление Говорит О том Что Для Рамбома Само По себе Вот это Понятие Понятие Знания Оно Включает Включает В себя Начатки Знания То есть По сути Дело Это редукция Вот этого Убеждения Начатка Знания К Знанию В целом Потому что Возможно Что для Рамбома Знание Это Процесс Это Не Некое Фиксированное Нечто А это Процесс И Вот этот Процесс Имеет Как бы Своего рода Пункт А И Пункт Там Не знаю Б Разница Разница Между Пунктом А И Пунктом Б Это Собственно Говоря То Каким Образом Человек Проходит Этот Самый Путь Познания Вот Чего-то Может быть Совсем Простого К Чему-то Более Сложному Или По сути Дело Вырисовывается Все больше И больше Адекватность С того Понятия С которого Человек Начинает Своё Познание Вот Собственно Таким Образом Можно Пытаться Решить Двояко Либо Сводить К убеждению Либо Как Началу По сути Похоже Потому что Если у меня Убеждение Это толчок От которого Знание Начинается Но это Еще не Знание Убеждение Или Считать Что этот Толчок Уже Является Частью Процесса Познания На самом деле Разница Как вы видите Не то чтобы Очень радикальная Но это то Как можно Объяснить Вот этот Своеобразный Парадокс Который заложен Как бы В самом начале Еврейского Закона Ну хорошо И дальше В Торе Книгах Пророков Ясно Говорится Что Святой Богословен Он не телесен И нематериальный Ясно Говорится Ну Опять же Мы можем Удивляться Где же Это ясно Говорится Про телесность И материальность Бога Вообще Ничего не говорится Если в Писании Что-то и говорится То как раз Скорее Мы из Писания Можем Составить Все представления О том Что он Да Телесен И материальный Но Вот Рампа Приводит Такой стих Ведь Господь Он Бог В небесах Наверху И на земле Внизу А тело Не может Находиться Одновременно В двух местах Вот как хитро Да То есть Поскольку Он На небесах Наверху И на земле Внизу Из этого стиха Я делаю вывод Что он Бестелесен И сказано И сказано И не видели Мы Быть Никакого Образа Действительно Сказано Что образа Не видели Если не видели Образа То стало быть Если бы он был Телесен То увидели бы И сказано И с кем Меня сравните Чтобы я был Подобен ему Да Это сравнение Обычно С Идолами Которые С другими богами Которые Не имеют Такой силы Вроде бы По-простому Если мы читаем Книги Травлаков Рамбом Это выворачивает Так что Собственно Говоря Бог Не В этом В этом Пассаже Поскольку Он ни с чем Не сравним То он И Бестелесен Если бы он Был телесен То он был бы Подобен Каким-то Другим телам И нельзя было бы Сказать Что он Не подобен Ничему Рамбом Как всегда Предвидит Вот эти Все наши Удивления Как я уже Сказал Что На самом деле Полно Стеков Тора Которые Как раз Говорят о том Что Вроде бы Из которых Можно Вывести И то Что Бог Как раз Телесен Начертанный Перстом Бога Или рука Или глаза Или уши И тому подобное И все это Приспособлено К пониманию Людей Которые Знакомы Только с телами А Тора Говорит Языком Людей И все Это Образные Выражения Когда Сказано Когда Я Заострю Я Сверкающий Меч Мой Разве У него Есть Меч И Разве Он Мечом Убивает Это Аллегория И все Такие Высказывания Аллегория Здесь Используется Слово Машаль Который Мейер Левинов Решил перевести Как Аллегория Ну Действительно Сложно Перевести Слово Машаль Оно Многозначное Одно Из его Значений Вполне Возможно Действительно Ивляется Аллегория Другое Это Пример Или Притча И так далее Но Можно переводить Было бы это Как иносказание Но Вполне Можно Использовать И термин Аллегория То есть Мы не будем Сейчас Задаваться В нюансы Подобного Рода Терминологии Потому что В общем Аллегория Например Метафора В общем-то Разные вещи Можно считать Что аллегория Это Такая Продленная Или Развернутая Метафора То есть Например Про уши Господа Можно было бы Скорее сказать Что это Не аллегория А метафора Но На иврите Это все равно Будет маша То есть Поэтому Термином Аллегория Можно Конечно Воспользоваться Но он Не совсем Не совсем Точный Но мы Сейчас от этого Отвлечемся А важно Что Важно то Что Здесь Говорится о том Что Тора Использует Какие-то Выражения Использует Действительно Какие-то Представления Которые Порождают Могут Породить То что Рамбом Назовет Оттелесивание То есть Приписывание Богу Какой-то Телесного Какого-то Образа Рука Уши Глаза И тому подобное Здесь Конечно Тоже Возникает Вопрос Если Так Важно Предписывающая Заповедь Одна из Предписывающих Заповедей Это Считать Что он Один Сейчас он Скажет Что считать Его Телесным Это Нарушение Считать Его Бестелесным Это Как раз Тоже Одна из Заповедей Это Почему Тора Провоцирует Это Он Говорит Он Как Отвечает На Это Он Говорит Тора Говорит Языком Людей А Почему Тора Говорит Языком Людей Тора Говорит Языком Людей Это Означает Что Как бы Не в состоянии Говорить На Философском Языке В смысле Как не в состоянии Говорить Может и в состоянии Но Считать Что Если Говорить На Философском Языке то народ не поймет. И поэтому она говорит на языке людей. Если она говорит на языке людей, то она, как здесь сказано, приспосабливается к пониманию людей, которые знакомы только с телами. Ну, хорошо. Тогда я задаю вопрос уже Рамбаму. Если Тора говорит таким образом, почему ты хочешь, ты Рамбам, да, хочешь, так сказать, нивелировать все это? Почему ты хочешь объяснить что все это аллегория, метафора, мошаль, а не что-то другое? Неадекватные описания. То есть Тора допускает неадекватные описания, а ты говоришь, что нельзя иметь неадекватные описания, потому что они порождают неадекватные представления. Ну, и это тоже одна из тем любопытных. Да, вот сам этот тезис Тора говорит на языке людей. И почему она говорит на языке людей? Если это столь опасно, да, если это столь опасно, то, может быть, и не надо было бы, а с другой стороны, нет выхода. Как же говорить с людьми, если они знакомы только с телами, приходится говорить таким образом. А как же мы пришли к тому, что теперь мы хотим все это выкорчевать, то есть Рамбам? Это что, люди стали теперь более просвещенные и имеют дело не только с телами или что? Здесь есть прекрасное эссе Миши Шнайдера, которое мы прочитаем по этому поводу, как раз Тора говорит языком людей. Когда мы будем читать путеводителей растерянных, мы можем здесь поставить себе такую галочку-стрелочку. В данном случае это проблема. Рамбам здесь это не объясняет. В путеводителе растерянных это чуть подробнее. Видите, здесь Мейр Левинов дает сноску на Морайнов Хим, 26 глава. Ну и говорит, что перед нами одна из сложнейших проблем теоретического иудаизма. Как дать людям истинное представление о Боге, одновременно не превратив всего благословенного в абстракцию? Так комментирует это Мейр Левинов. Действительно, вопрос, как дать представление, не превратив в абстракцию и не подставив ножку, в каком-то смысле не введя в заблуждение. Потому что, на самом деле, здесь есть и определенного рода заблуждение. Когда людям говорят про ноги, руки, глаза и уши Всевышнего, то, естественно, он представляет себе какой-то антропоморфный образ. Ну хорошо, мы сейчас поставим здесь тоже такую, можем подчеркнуть, что это одна из сложнейших проблем теоретического иудаизма. Не знаю, почему сказано теоретического иудаизма. Одна из сложнейших проблем тех, кто считает антропоморфные образы Бога абсолютно неадекватными. так считает Рамбом и вопрос, почему же с его точки зрения Тора все-таки говорит на языке людей. Оставим это на потом. Посмотрим, что Рамбом говорит дальше. и доказательством этому, чему этому, тому, что Тора говорит, это все эти вещи являются ничем иным, как метафорами, аллегориями, Машаль. Один пророк говорит, что видел святого благословенного облаченным в одеянии белый, как снег, а другой его видел в одежде забрызганной крови, подобной одежде давильщика, когда тут давит виноград. И Машенаш, учитель над Черным морем, видел его в образе сражающегося воина Ана Синаи, в образе Кантера, ведущего молитву закутанного в Толит. Это талмудические образы. И все сказанное свидетельствует, что нет у него образа и формы, но все это пророческие картины или видения. И его истинную сущность сознания человека не может постичь, не понять. И это то, о чем написано, поймешь ли ты Бога разумом, поймешь ли ты всесильного до конца. То есть то, что Рамбан каждый раз приводит вот эти самые смахты, то есть ссылается на Писание, это каждый раз вызывает определенного рода недоумение. То есть недоумение какого рода. Неужели Рамбан всерьез считает, что Писание говорит о том, о чем он хочет сказать. Здесь тоже есть, поскольку Писание говорит на языке людей, то значит оно все-таки говорит иначе, чем говорит Рамбан. Рамбан старается говорить не на языке людей, а на языке философии. И тем не менее находит в Писании подтверждение тому, что он формулирует на философском языке. Получается, что Писание говорит с одной стороны и о том, о чем говорит Рамбан на философском языке, и использует такой язык, который на самом деле человека путает и приводит к отнюдь не философскому восприятию предмета. И это как бы дает нам представление о Писании как многоуровневом тексте, то есть это текст, в котором встречается говорение на языке людей, и текст, который, несмотря на то, что он говорит на языке людей, имеет в виду нечто другое. Поймешь ли ты до конца Бога разумом, поймешь ли ты всесильного до конца, на самом деле указывает на что? А то, что истинную сущность человек постичь не может. Истинную сущность Бога. Ну, вроде бы эти слова как раз об этом. Их можно понимать в прямом смысле. Действительно говорится, а сможешь ли ты постичь разум? Нет, не сможешь. И тогда получается, что это вполне нормальное, почти философское высказывание. А с другой стороны, рука уши, глаза и так далее. О каком же постижении просил Моше учитель наш, говоря, дай мне увидеть славу твою, знаменитое место, где Бог ставит Моше в расселенную скалы, когда тот просит показать ему славу. И Моисей видит Бога со спины. Вот Иран вам задает вопрос, какое же постижение просил Моше? Если мы знаем или пришли к такому выводу, что постичь истинную сущность Бога невозможно, то о чем просил Моисей? Что он хотел постичь? Он же знает, что истинную сущность постичь невозможно. Значит, он просит о чем-то другом, не истинную сущность, а что? он просил позволить ему постичь истинность бытия святого благословенного, чтобы запечатлеть ее в сердце. Хорошо, вопрос, да, то есть вот это познание истинной сущности и истинного бытия святого благословенного, это одно и то же или нет? Давайте мы посмотрим, как это формулируется в Мишне Тора, в оригинале, чтобы сравнить одно с другим, это у нас 9-10, да, я прочту на иврит, переведу буквально то, что сказано здесь, ясно сказано в Торе и Пророках, что Святой Богословен он не является ни телом, ни телом гуф и гвия, в общем это и то и другое тело. Шенеймара шем элокэхэм гу элогим вешамай мималь вала цмитахат вегуф это мы читали, да, наверху и внизу, и тело не может занимать место и там, и там. Это понятно. значит, когда он говорит о сущности, он говорит так, вээм вэаметат гадавар эйн да ато шеладам невин то есть истинность вещи, знания человека не ну своим знанием человек не может понять. То есть речь идет о Амитат Адавар Истинность вещи Здесь вещи Как-то странно, да Вроде бы речь идет о Боге Но на самом деле Амитат Адавар Имеется ввиду его существование А когда он говорит По поводу того, что просил Моисей То есть там у нас было Амитат Адавар А здесь Амитат Адавар Ну и в этом смысле Действительно Совершенно верно Переведено по-разному Истинную сущность Видите здесь Истинную сущность Сознание человека Не может постичь То есть слово Амитат Адавар Каким образом он находится И каким образом он существует Поистине Сознание человека Не может постичь Второй вариант Да, ну кстати Здесь как раз Вот в этой части Надо было бы переводить Видимо Все-таки не сущность Амитат Адавар А во втором случае Постичь истинность бытия Это как раз Амитат Гима Цо А здесь Амитат Адавар Ну по-видимому Переводчик решил Что это как бы Одно и то же Ну Здесь есть какая проблема Да Я уже ее отметил Еще раз подчеркну Проблема в том Что Если В десятом параграфе Амбам говорит о том Что его истинную сущность Сознание человека Не может постичь Не понять То Одно из Предположений Простых Исходя из того Что Рамбон В принципе Говорит про Моисея Моисей все это Прекрасно знал И тогда он Собственно говоря И не мог просить Постижения Истинной сущности Значит он просил Чего-то другого Так и следует Из продолжения О каком же Постижении Простил Моисея Он просил Не о постижении Того Что является Амитад Гадавар Да То есть Истинностью Того Что Что есть Так можно было бы сказать Он просил Как бы Нечто иное Постичь Амитад Гимацо Да То есть Истинность Его Нахождение Бытийствования Сущности Ну хорошо Здесь Есть вот эта Самая проблема Она В переводе Как бы Ускользает Потому что Истинная сущность Истинность бытия Вроде бы Оказывается Чем-то одним и тем же И получается Что Моисей Как раз Не знал о том Что нельзя Постичь И просил Постичь Именно это Чтобы запечатлеть Ее в сердце Как постигают Человека Которого Видели Лицом к лицу И образ Которого Запечатлелся В сердце Так что Сознание Отличает Этого человека От других людей Так Муша Учитель Маш Хотел Выделить В своем Сердце Бытие Святого Благословена Он из Среды Прочих Сущностей Чтобы Познать Истинное Бытие Его Таковым Какое Оно Есть И ответил Он Благословенный Что Сознание Живого Человека В котором Соединены Душа И тело Не в силах Постичь Этого Восей Полноте То есть По По крайней мере Этому Переводу Получается Что Моисей В тот момент Когда он Просил Он не знал О том Что сущность Постичь Нельзя Именно Бог Ему И дал Этот ответ Да То есть Сущность Моего То есть Истинность Моего Существования Постичь Невозможно А что Женому Поведал И поведал Благословенный То чего не знал Ни один человек До него И не будет знать Ни один после него То есть Все таки Он ему Открыл то Что на самом деле Является В каком смысле Сверхчеловеческим Знанием И постиг Он Из истинности Его бытия То что Позволило Ему Выделить В своем Сознании Святого Благословенного Из прочих Сущностей Как Среди прочих Людей Выделено Сознание Человека Которого Видели Со спины И рассмотрели Всю его Фигуру И одеяния И на это Указал Описание Словами Увидишь Меня Сзади А лица Моего Никто Не увидит Другими словами Получается Что Вот мы говорили Выше О том Что Что Если бы Представляет Его единство Мы Понять Как бы Не можем Даже Про его единство Не говоря уже Про его Сущность Истинность Его Сущности Понять Не можем И У нас Нет Собственно говоря Никаких Инструментов Для этого И вот Когда Здесь Рамбом Интерпретирует Вот эту самую Историю Он говорит О том Что Видение Лицом К лицу Это Постижение Истинности Бытия Предположим Мы остановимся На этом варианте И действительно Моисей Как бы Не знал Что Это Невозможно Вот он Здесь Просит Ему говорят Что Это Невозможно А что Возможно Возможно Как Говорит Собственно Говоря Вот это Тоже Метафора Или несказания Увидеть Сзади А что Значит Увидеть Сзади Увидеть Сзади Это Означает Отделить От других Сущностей Не узнать Чем Он Является А Понять Что Он Не является Ничем Из того Что Я Могу Себ Представить То есть Все прочие Сущности О которых Я имею Какое-то Представление Они Не Он Рамбом Говорит Что Метафора Этого Появляется То Как Выделен В сознании Человек Которого Увидели Со спины Вот Я со спины Увидел Фигуру Его И одеяние Увидел Что он Такое Я его Лицо Не видел И поэтому Я его до конца Собственно Говоря Нет До конца Представления О нем Но есть Какие-то Очертания По которым Я отделяю Его От всех Других Эти Очертания Сзади Одежда Высота Его Что-то Еще Предположим Большая голова Или маленькая голова В общем Вся эта фигура Это Петафора То есть Я Вот эту Самую Фигуру Увидев Могу Отделить Ее От других Людей То есть Если я Увижу Другого Человека Другого Человека Я вижу Как бы Лицом К лицу Предположим Но я Все равно Могу Скать Нет Это Не он Почему Потому что Я того Я видел Со спины И Понимаю Что этот Нет Он ниже Или Например Он толще Или У него Другая Одежда Короче говоря Я Про любого Человека Которого Не увидел Я могу Сказать Что это Точно Не тот А про Того Я Толком Не знаю Как бы Толком С лица Его Не видел Но Вот Инструмент Отделения Его От других Сущностей У меня Как бы Есть Это То Что Говорит Здесь Раман Мы Встретимся С Еще Одной Интерпретацией Вот Этой Истории Истории Того Как Раман Будет Говорить О том Как Нужно Интерпретировать Этот эпизод Библейский Когда Моисей Просит Показать Ему Лицо И видеть Со спины Это То Как он Комментирует Это Мишна Тора В Путеводитель Растерян Будет Иная Интерпретация И Опять же Когда мы Дойдем То Сравним С этой Интерпретацией Здесь По-простому Хотя я указал На Определенного рода Сложность Если мы От нее Отвлечемся То Получается Что Моисей Получил Возможность Что Получил Возможность Отделения Не Постижения Истинной Сущности Вот Этого Самого Первосущего А Получил Возможность Отделения Его От других Сущностей Это Связано С тем Что В дальнейшем Будет Называться Негативная Теология Монита Что Богу Нельзя Приписывать Никаких Позитивных Атрибутов И По сути Дело Познание Познание Этой Сущности Оно Является Движением По Исключению Да Он Является Не Этим Не Этим Не Этим Не Этим Не Этим И Когда У меня Этот Ряд В принципе Этих Вещей Не То Что Бесконечное Множество Но Достаточно Много То Я Тех Сущностей С Которые Я Сравнил Я Понимаю Что Это Не Это Не Это Не Это Не Это Когда Этот Ряд Становится У меня Достаточно Большим То Тем Самым Я Все Ближе Приближаюсь Как Бы Постижению Его Сущности Которую Постичь Собственно Говоря Невозможно Но Возможно Сказать Чем Она Не Я Я Я Я Я Я Моисей Достиг Уровня Которого Ни Один Человек Достичь Не Может Когда У него Как Б Весь Этот Ряд Пройден Когда Он Точно Знает Чем Бог Не Я Я Я Я Я Я Я Я Я Отличить Его От Любой Другой Сущности Но Вот Его Не Будет Знать Не Знал И Не Будет Знать Это Говорит О Том Что И Этот Момент Мы Уже Упоминали Что Для Маймонида Моисей Является Выделенной Идеальной Фигурой Идеальной Фигурой Человека Который Как бы Находится За Гранью Человеческого То есть За Гранью Человеческого Восприятия Или На Грани Скажем Так Этого Самого Человеческого Восприятия Максимального Интеллектуального Совершенства Которое Может Достичь В принципе Человек То есть Тем Самым Моисей Превращается Естественно В фигуру Не Историческую А фигуру Парадигматическую Вот Женя Здесь Спрашивает Если Мы Все Сознаны По Образу И Подобию Бога То По Идеи У него Тоже Должно Быть Тело С другой С другой С другой Бога Не Видел Как Это Объяснить Как Раз В первых Главах Путеводителя Растерянных Маймонит Будет Говорить Будем Это Читать Именно Про Создание По Образу И Подобию И Что Сам Этот Стих Человек Создан По Образу И Подобию Нужно Понимать Иначе Нужно Понимать Так Как Будто Человек Создан Своей Формой Похожей Похожим На Человека Ну Тоже Это Сейчас Пока Оставим До Того Момента Когда Будем Читать Путеводителя Растерянных Но Рамбом На Этот Стих Тоже Указывает Как На Проблему Которая Создает У многих Иллюзию Вот Этого Антропоморфного Восприятия Бога И После Того Как Нам Стало Ясно Что Всевышний Не Телесен Не Материален Пусть Станет Ясным Что К Нему Не Относятся Никакие Состояния Которые Могут Претерпевать Материальные Сущности К Нему Не Относятся Такие Понятия Как Соединение Разделение Место Размер Подъем Спуск Право Лево Спереди Сзади Сидение Стояние Только Что Было У нас Спереди Сзади Лицо Он Уже Сказал Что Это Метафора Он Не Пребывает Во Времени И Нет У него Ни Начала Ни Ни Некое Смущение Которое Можно Назвать Растерянностью В которое В принципе Маймонит Вводит Своего читателя Даже В Мишна Тора Хотя У него Есть Путеводитель Растерянный Где он Будет Этих Растерянных Выводить Из состояния Растерянности Или Наоборот Вводить Состояние Растерянности Здесь Состояние Растерянности Конечно Тоже Можно сказать Увеличивается Потому что Получается Что Ну Ничего Нельзя Уже Понятно Что Очень Сложно Про него Что-то Сказать К нему Не Относится Смерть И Жизнь Подобная Той Какой Живый Живущий К нему Не Относится Ни Ведение И Мудрость Подобная Мудрости Человека К нему Не Относится Сон И Бодрость Гнев Веселье Радость Грусть Молчание Речь Подобная Человеческая Речь Как Говорили Мудрецы Нет Наверху Ни Сидение Ни Стояние Ни Затылка Ни Вращение Ну Это Такой Перевод Прекрасной Фразы Из Трактата Хагига Переводчик Нам Пишет Довольно Сложное Место И По-разному Можно Это Понимать Но По-простому Сейчас Не будем Входить В подробности Интерпретации Этой Фразы Из Трактата Хагига Имеется Ввиду Что Ангелы Там Речь Похоже На Людей Они Не Стоят Не Сидят Нет У них Ни Зада Как Ни Переда В Каком То Смысле Здесь Правда Рам Цитирует Этот Пассаж Который Относится На самом деле К Ангелам А Не К Богу Но Вроде Б Говорит О Боге Что Тоже Достаточно Любопытно Но Сейчас Мы Это Пожалуй Тоже Оставим В Стороня И Если Так То Все Подобные Выражения Которые Встречаются В Торе У Пророков О Геносказания И Аллегория Когда Говорится О Гневе Бога Радости Его И так Далее Еще раз Говорит Что Это Все Тора Говорит Языком Людей На этом Заканчивается Первая Глава Вот Этой Самой Первой Книги И Первого Раздела Который Называется Фундаментальный Закон Ну Давайте Перейдем Ко второй Главе Что Дальше Нам Предлагает Рам Этого Совершенного И Грозного Бога Заповедано Любить И Бояться Это Совсем Тоже Удивительно Совершенно Обычно То есть У нас Вроде бы Вот В этой Первом Первой Главе У нас Речь шла О Знании По сути Дело О том Что Можно Знать Что Нельзя Что Предписано Знать И Что Предписано Как бы Исключить Из знания Вроде бы Об этом Шла Речь Правда Ж И Речь Шла Об этом Парадоксально Потому Что С одной Стоит Предписывается Знание С другой Стоит Оказывается Знание Ничего Нельзя А Чего Тогда Нужно Знать Ну Вот Как-то Надо Знать Но Тем Не Менее Это Заповедь Знать Но Знать До Конца Мы Не Можем И Даже Моисей Собственно Говоря Толком Ничего Не Знал Кроме Этого Отделения То есть Получается Такая Вот Вся Эта Первая Глава Она Говорит О Ускользающем От Знания Представления Боге Которая Тем Не Менее Должно Быть Должно Быть Представление Боге Но Оно На самом деле Неадекватно И Вот Это Предписание Знать Неадекватность Собственного Представления Боге По сути дела Возможно И есть Собственно Говоря Это Самая Заповедь Но С другой Стороны Она Сформулирована Не совсем Так То есть Она Вроде бы Сформулирована Позитивно Поэтому Эта Первая Глава Она Конечно Очень Сложная То есть Сложная Для Восприятия Кому Кому Рамбом Обращается Если Он Обращается К Простым Людям Вроде бы Как раз Мишне Тора Написано Для простых Людей Не Для Философов Марэйна Лухим Написано Для Ученика Его Который Изучал Философию И так далее Там Как бы По-другому Можно Говорить А Мишне Тора Он Пишет На Иврите И Пишет Как бы Для Широкой Публики И как же Собственно Говоря Вот эта Самая Широкая Публика Которую Мы можем И себя Тоже Отнести Должна Прочитать Вот эту Самую Первую Главу То есть Ты прочел Первую Главу И Собственно Не знаешь Что делать Вроде бы Это закон Есть какие-то Заповеди Что-то Знать Знать Ничего Нельзя Это Проблема То есть По сути Ну Некий Коллапс Определен Который Человек Должен Испытывать Потому что Вроде бы Сказано Что это Не то И это Не так И не эдак И не сяк И то Что Моисей Видел Так мы же Все равно Не видим И мы не можем Тогда получается Если у нас Нет уровня Моисея То мы не можем Его отделить От других Сущностей На самом Так что же я должен Знать Ну Тем не менее Есть некие Утверждения С которыми Мне нужно По-видимому Согласиться Или что-то В этом роде Но понятно Что то Что мне нужно Например То что я могу Знать Это то Что он вращает Небесную сферу Это атрибут Действия Так называемый То есть Я не знаю Кто он И что он Но Вращение Этой Сферы А то Что это Научный Факт Который Как бы Доказан И является Непреложным Для Маймонида Как бы Очевидно Для его Времени Это очевидно И поэтому Вот все Это Движение Которое Запускает Движение Всех остальных Сфер И так далее Которое Ответственное За то Что происходит В конечном Счете И на земле Тоже через Влияние Сферы Луны Сферы Которая Движется Так называемым Активным Интеллектом Все это Я должен Считать Что это Все запущено Вот этим Той самой Сущностью Которой Я ничего Не могу Знать Кроме того Что это Перводвигатель Когда я говорю Перводвигатель Это нормально Потому что Я говорю О Атрибуте Действия А не О Атрибуте Который Рисует Его сущность И тем не менее То есть Я может Первый раз Узнал Про эти Сферы Простой Еврей Открыл Закон Еврейский Узнал Про сферы Узнал Что сферы Вращаются Каким-то Образом Там Есть Что-то И это То Что он Может Вынести Из этого Но Помимо Всего Прочего Конечно Выносит И Немалую Долю Смущения Но Это Смущение Должно Возрасти Десятикрат Потому что Здесь Говорится О том Что нужно Совершенного И грозного Бога Про которого Я ничего не могу Знать Ничего не могу Сказать Толком Не могу Его отделить От других Сущностей Я должен Любить И бояться Ну По идее Простой Вред Лучше Боже Что Вы Моя Хотите Как Я могу Любить И бояться Ладно Вы Мне Сказали Любить Как Папу Я могу Сравнить Или Бояться Как Отца А как Я могу Бояться То Не знаю Что Ты же Сам Сказал Что Про него Ничего Нельзя Сказать Что Он Ускользает От Любого Знания Что Даже Мои Сели Не Знают Что Это Почему Я должен Любить И бояться Это же Эмоции Какие Вопрос У меня Нет Ответа Я Просто Говорю О Недоумении Предположим Оставим На место Простого Еврея 12 века Который Листает Мишна Тора И Хотя Это вроде Знакомо Потому Что Как раз О любви И страхе У нас Полно Есть Писание Такого Рода Заповеди Любить И бояться Есть В Талмуде Ира Вегава И противопоставление Между ними И сочетание Их Это все Как бы Очень Очень Знакомо Но Все это Знакомо По отношению К тому Представлению О боге Который Условно Называется Богом Живым Хорошо Я Представляю Себя Значит Вот Действительно Как он Здесь Сказал Совершенного Игрозного И этот Совершенный Игрозный Если он Мне грозит Пальцем Сверху Я его боюсь А если он Например Водит меня По пустыне Сорок лет Кормит меня Маном Выглядывает И говорит Ну как ты Я может Его могу И полюбить Каким-то образом Но каким образом Можно полюбить И испугаться Вот Того Бога Которого Написал Рамбом В первой Главе Это Не очень Понятно Но Рамбом Нам сейчас Может быть Объяснит Как это Может быть Как сказано Возлюби Господа Бога твоего Так же сказано Господа Бога твоего Боссе Это Несомненно Как раз В книге Дворим У нас Все это Есть И Мы это Повторяем В шмал В два раза в день Какой путь Ведет к любви И страху Перед ним Когда человек Вдумчиво Рассматривает Чудесные И великие Творения И создание Его И видит В них Проявление Безграничной Необъятной Мудрости Тут же Охватывает Его любовь И он Восславляет И возвеличивает Его И загорается Желанием Познать Бога великого Как сказал Давид Жаждет Душа Моя Бога Бога живого Недаром Мы Помянули Бога живого Вот он Бог живой В то же время Когда задумается Человек Об этих вещах Отпрянет он И охватит Его страх И ужас Когда осознает Что он Мелкое Ничтожное Создание Стоящее Во всей Ничтожности Своего разума Перед Совершенным Разумом Как сказал Давид Когда я Смотрю на Небеса Творения Рук Твоих Что есть Человек Чтобы ты Помнил О нем Получается Что Раба нам Объяснил Мы удивились Как можно Любить Как можно Бояться Сейчас Объясню Он Объясняет Как Можно Любить Любить Можно Получается Это не Персональная В каком-то Смысле Любовь Я не знаю Что Кто Как Я себе Его представить Не могу Но я Вижу Как Все Устроено И Когда я Вижу Как все Устроено У меня Появляется Желание Познания Его Нам только Что сказали Что Все равно Невозможно Но тем не менее Я могу Двигаться К этому Пониманию Это движение Мое Пробуждается За счет Чего За счет Любви Любви к чему Любви По сути дела К сотворенному Всему Вообще Так говоря Моя Любовь Опосредована Сотворенным Миром Через Сотворенный Мир И его Наблюдение И по сути дела Через его Изучение Можно было бы Сказать Поскольку Я Не изучаю Я может И не вижу Его Чудесные Великие Творения Я могу Конечно Видеть Слон Шраф Удивительные Создания И так далее Но на самом деле Мое удивление Возникает Тогда Когда я Вижу Как все Стройно Устроено Как это Как Некая Мудрость Пронизывает Все существующее А это Я узнаю Не знаю Возможно Тогда Когда я Понимаю Что-то Про число Пи Предположим Или Когда я Вижу Каким образом Происходит Круговорот В природе Например Воды И так далее Не знаю Я По-видимому Предполагаю Не просто Наблюдение За Высокими Горами И чудесными Озерами А Понимаю Некое Устройство И вот это Чудесное Устройство Оно должно Вызвать Во мне Определенного Рода Любовь И желание Опознания Мы можем Сказать Что Вот в этом Пассаже Содержится То Что В дальнейшем Будет развито Спиноза Спиноза Есть понятие Интеллектуальной Любви Богу И это Любовь Она связана Успиноза Точно так же Как и здесь Маймонида Только еще Более явно Про это Сказано Она связана Действительно С постижением Того Как С постижением Мироустройства Интеллектуальная Любовь Она разгорается По мере того Как я Продвигаюсь В своем Постижении Того Как Как же все Прекрасно Устроено Это Прекрасная Машинерия Где Причины Ведут К таким-то Следствиям Все это Гармонично Все это Замечательно В целом То есть Есть какие-то Конечно Катаклизмы Есть То и все И пятое Десятое Но В общем и целом Это все Совершенно Прекрасная Величественная Машинерия Наблюдая За которой Наблюдать Я за ней Могу Только тогда Когда я Продвигаюсь Интеллектуально И Постигаю Все это Это и должно Пробудить во мне Любовь А страх У меня Пробуждается В силу Того Что Несмотря на Свое Постижение И так далее Я понимаю Что мое Постижение Никогда Не дойдет До Того Чтобы я мог Себе представить Как я Я создаю Подобного Рода Машинерию Мне До этого Достичь этого Невозможно И Постигаю Свою Ничтожность И То Что я Являюсь Частью Всей Этой Машинерии Частью Это Творение Причем Частью Которая Я сейчас Про спиноз Частью Которая На самом деле Особо Ни на что Не влияет У моего Ни до этого Еще нет Спиноз Есть То Что я Собственно Гаечка Так 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 Или Иначе С этой Гаечкой Может Произходить Все Что Угодно Сломаться Или Раздавят И так далее Это Не отменяет Отнюдь Этого Грандиозного Грандиозной Картины Но Выясняя Свою Роль Ничтожную Да Вот в этой Самой Машнерии Меня может Ухватить Чувство Страха Я Немного Спинозизировал Рамбома Но вообще Так говоря Это Действительно То Что Будет Развито Спиноз Исходя Из сказанного Я в общих Чертах Объясню Творение Господина Миров Чтобы Открыть Врата Для любви Господа Тем Кто Поймет Как Сказали Любимые Мудрецы И через Это Ты Узнаешь О том Кто Сказал И возник Мир Значит Что Говорит Теперь Нам Рамбом Он Говорит Ну Надо Любить А как Любить Любить Это значит Постигать А как Жи Человек Который Вот я Простой Еврей Открыл Эту Книгу Я Ничего Не знаю Как Ну То есть Знаю Вижу В окно Что-то Но Не более того И поэтому Чтобы пробудить Любовь Я сейчас Расскажу Как Как Все устроено И дальше Вы видите Что он Начинает Как раз Изложение Того Как Устроен Мир Все Сотворенное Святым Богословеном В мире Можно разделить На три Рубрики К первой Относится Творение Образованное Соединением Материи И идеи Здесь переводит Мир Левинов Хотя на самом деле Там цура Форма Аристотельская Да Например Тела Людей Животные Растения Металлы Которые Постоянно Возникают И исчезают Это термин Аристотеля Мир Возникновения И исчезновения В другое Относится Создание Образованное Соединением Идеи И материи Это Сферы И их Звезды И Мы здесь В силу Того Что Мир Левинов Решил Приводить Слово Цура Как идея Поговорим Об этом В следующий раз Почему он Так решил Но На самом деле И то И другое Получается Соединение Идеи И материи Или формы И материи Там формы И материи Здесь формы И материи Но Тем не менее Они разнятся В отличие от первых Их форма Не изменяется Видите Он говорит Ни форма Ни идея То есть По словам форма Он имеет ввиду Ни слова Цура Я сейчас Оставлю Этот туман Мы в следующий раз С этим разберемся Понятно Что он Говорит о том Что есть Существа Мира Подлунного Есть Сущие Да Есть Вещи Которые Относятся К небесному Миру И Их материя Не похожа Ни на какую Другую Материю Их форма Или идея Не похожа Ни на какую Другую Их три Это относится Творение Представляющее С собой Форму Безматерии Или идею Безматерии Как здесь Перевел Мир И это Ангелы То есть Вот это Три Страт Да То есть Три Уровня Антологических И антологических Уровня Этого Самого Нашего Мироздания И дальше Собственно Говоря Он Будет Подробно Излагать Как Ну Относительно Подробно Не так Подробно Как это Излагают Философы Аристотелики Но Достаточно С его точки Зрения Для того Чтобы Человек Который Неожиданно Впервые Может быть Открыв Эту книгу Узнает Как же Все Устроено Чтобы В нем Пробудилась Любовь Интересно То И тоже Мы это Оставим На следующий Раз То Если Мы Сопоставляем Если Мы Сопоставляем И мы В следующий Раз Это Сделаем Все Сказанное Здесь Рамбом С Трактатом Альфа Раби О Жителях Добродетельного Города Здесь 33 Параграф И Более подробно В следующий раз Посмотрим Это Уже Своеобразный Итог 33 Параграф Концовка Можно сказать Трактата И Альфа Раби Говорит Общими Вещами Кое Надлежит Знать Всем Жителям Добродетельного Города Является Следующий Во-первых Они Должны Знать Первопричину Все Ее Атрибуты Как раз Сейчас Мы Это Узнаем Затем Вещи Существующие Отдельно От материи Это Собственно Ангел И Свойственны Каждый Из них Атрибуты А также Занимаемые Ими Ступени Вплоть До Деятельного Разума Это Активный Интеллект И Деятельность Каждой Из них Далее Они Должны Небесные Субстанции Рамбом Как бы Их Перечисляет Вот сейчас И Свойственны Каждый Из них Атрибуты Далее Природные Тела Расположены Ниже Этих Субстанций Собственно Говоря И Альфа Араби Излагает Для Жителей Добродетельного Города Ту Систему Знаний О которой Сейчас Нам Говорит Трамп Это Первопричина И Три Антологические Уровни Отделенные От материи Вещи Небесные Субстанции И Подлунные Существа И Мы В следующий раз Чуть более Подробно Сравним Это С С Словами Альфа Араби И Заодно Еще раз Удивимся Что Собственно Говоря Получается Что Еврейский Закон Как его Формулирует Рамбом Он Следует Альфа Араби Альфа Араби В каком-то Смысле Первый Такой Скажем так Возвышенный Аристотелик У нас Есть И Предшественники Альфа Араби Которые Тоже Использовали Истокеля И Комментирование Например Алькинди Но Альфа Араби Является В каком-то Смысле Ну Таким Представителем Вот этой школы Аристотеликов Первым И Несомненно И на него Сам Рамбом Ссылается Неоднократно Как на Того Философа Которого Нужно читать Изучать И так далее Испытывает Безусловно Уважение К Тому Что Написал Альфа Араби Ну На вот Это На этом Пункте Сравнение С Альфа Араби И Переходе К перечислению Того Как устроен мир К этим существам Мы сейчас Остановимся В следующий раз На следующей неделе Мы Продолжим Вот эту Тему То есть Чтение Этой самой Первого Раздела Книги Знания И из Мишны Тора Помимо Этого Первого Раздела Мы не будем Весиво читать Еще Может быть Несколько Фрагментов Из Мишны Тора Прочитаем То есть Еще Наверное Пару Пару Тройку Занятий Мы посвятим Мишны Тора А затем Перейдем К Путеводителю Растерин Если Есть Какие-то Вопросы Пожалуйста Спасибо Большое Можно Пару Слов Ну вот Не слишком ли Мы придираемся Так сказать Это уже Как бы Современных Представлений К Рамваму То есть Я бы назвал Его Так сказать Вот это Объяснение Всевышнего Не столько Как бы Претензии На догматику Сколько Просто Дидактикой Определен Если он Обращается К простому народу Как вы говорите Если учесть В современном понимании Что Языковая норма Изменилась То есть Появилась философия И она распространилась И по-другому Смотрит И написание То он Точно Обычно Мать Внушает Ребенку Как бы То что То что Называется Дерехэрес Что есть Всевышний Есть и так И так Есть боженька И такое И такое Ребенок Это усваивает Он просто Вводит Это Он не называет Этой Хотя Конечно Он бы мог Это сделать Но Он-то не делает Это делает И спиноза Вот Но На самом деле Это просто Некое Какое-то Продвижение Попытка Понимания То есть Оно не только Из логики Происходит А из какого-то Такого Еще Интуитивного Обрушения Поэтому Я думаю Что Можно ему Простить Это Мы ни в чем Его не обвиняли Я ни в чем Не обвинял Ну Вы так Упорно Рассказывали Насколько Это все Вот А все Остальное Я рассказывал Насколько Это Новатор Парадоксально И парадоксально И новаторски Почему Потому что Для нас Если бы Если бы Действительно Можно было Предположить Что Философская Терминология Распространилась Люди Смотрят Телевизор В конце Концов Выписывают Газеты Читают Журналы И там Вот это Все Весь этот Аристаллизм Присутствует Написан Известен И тогда В общем С людьми Нужно говорить На этом языке Который они Более-менее Знают Элемент Дидактики Здесь безусловно Присутствует У Рамбома Но Ситуация Культурная Ситуация Того периода Она следующая Она не совсем такая То есть Понятно Что мы видели Иуду Олеви Который Прекрасно Знает Аристаллизм И он пишет За несколько Десятилетий До Рамбома Есть Прослойка Она Очень узкая Прослойка Андалузского Еврейства Испанского Среди 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 Которых Есть Элита Интеллектуальная Которая Действительно В курсе Достижения Науки То есть Аристаллизм Но Для них Рамбом Вроде бы Пишет Морейн Лухим Для вот этой Элиты А Мишны Тора Он же пишет Не на арабском Языке Он пишет На иврите Почему он Пишет на иврите Потому что он Хочет Чтобы эта книга Была доступна Не только Рабоязычной Среде А именно Рабоязычные Евреи Тогда Продвинутые Знакомые С чем То есть По сути Дело Получается Что он хочет Познакомить Познакомить То есть Это открыть Открыть Вот Все эти Темы Тем людям Которые Вообще О них Ничего Не слышали То есть В этом Является Его Инновация И Радикальность За которую Его Собственно говоря Будут критиковать Я как раз Его не критиковал Я говорю Просто о том Что Это сложно Да И это Очень Радикально Это Очень Как бы Жест Непростой Когда Он Пытается Перейти На Философский Язык В книге Которая Является На самом деле Книгой Закона Опять Есть Масса Критики По этому Поводу Авраам Бен Давид Из Паскера Его критикуют Его критикуют Еще целый ряд Авторов Как раз Из Рабоязычной Среды И После его Смерти Я рассказывал Про это Когда происходит Сожжение Путеводителя Растерянных То С большой Долей Вероятности Вместе С путеводителем Растерянных Сжигается Вот эта книга Из Мишне Тора Хотя все Остальные Как бы Книги Книга знания Первая книга Все остальные Книги Все признают Потрясающие Способности Рамбома И его Как раз Да Обобщение Того что сказано В Талмуде То есть Это Непререкаемый Авторитет В том что Как он сумел Все обобщить И Систематизировать И так далее И так далее Но первая книга Которая как раз Носит Вот этот Философский Характер Она Тоже подвергалась Критике То есть Когда Этот самый Наш Шлома Из Менпелье Пишет В начале Тринадцатого Века Когда он Пишет Равинам Северной Франции Авкинадским Равинам Да О том что У нас В Ешивах Вы не представляете Что происходит Изучают Философию И так далее В том числе По книге Знания И Путеводитель Растерянных То те Восмущены Конечно Все подвергает Херому Все кто Кто это изучает Поэтому Сам Жест Рамбом А он Рассчитывал По видему В том числе И на Ашкенадских Евреев Которые Не знают Арабского Языка Поэтому Он Пишет На Иврите Между Он Рассчитывал Им Открыть Глаза На То Как Все Устроено А Получилось Не Очень То есть Равины Сопротивлялись Философии Короче Да Очень Вплоть до Сожжения Я же говорю Они В итоге Противники Не Рамбом А Самого А Именно Эти Книг Говоришь Рамбом Да Авторитет Да Но Путевлики Растерянных И вот Эта Книга Знания Это Ужас Ужас И Вот Они Были Преданы Благодаря Наветам Так Сказать Противников Были Преданы Огню Первой Книги Первая Книга Или Книги Еврейские Которые Были Сожжены Христианской Инквизиции Я про это Рассказывал Кажется Но Это Не Изменилось Артодокс Сами Евреи Сейчас Сопротивляются Культуре Философии Ну Определенно То есть Рамбом Пытался В каком-то Смысле Я Что Хотел Сказать Что Это Революция Революционный Шаг Это Не Непростая Вещь И Он Осознанно Да Но В Продолжение Этому Было Все Да Понятно Ну Да Спасибо Урия Вы Хотели Какую-то Табличку В прошлый Раз Структуру Сделать В форме Таблицы Да Да Сделаю Я решил Сделать Это В конце Когда мы Почитаем Немножко Мишна Тора Я Приведу Таблицу Хорошо Я просто Пропустила Наверное Вначале Сказали И еще Вопрос По поводу Вот Путеводители Растерянных Это Как бы Книга Обобщающая Все Что там Он до этого Писал Да Нет Это Отдельно Это Не обобщающая Просто Отдельно Другое Произведение С другими С другими Целями Задач Но мы Про это Будем Говорить Когда Перейдем К противодителям Хорошо Спасибо У меня Маленький Вопрос Если Можно Да Мне не Очень Понятно Может Я не Врубился Где-то Это Вот Вся Тема Что Муше Было Показано Меохором Да А Почему Рамбам Так Упирается Именно Ну Как Физический Плон Что Такое Меохора Со спины Как Это Вообще Сказано Он же Метафорический Да Но Как Известно Я не знаю Помню Классические Комментарии Муше Попросил Показать Ему Дарки Ашем Показать Что-то Совершенно Не физическое Правильно В этом Была Идея То есть Открыть Что-то Что Что Поможет Ему Управлять Как С Евреями Без этого Он не может С ними Справиться Вообще Непонятна Вся Эта Идея Что Показал Ахора Причем Тут Ахора И вообще Дарки Ашем И все Прочее Вот это Вот А Рамбам Идет Именно По этой Линии Что Со спины И физически И не физически Но он Видел То Нет Он Не идет По этой Линии Здесь Дело Не физическое И не физическое Он Говорит Что Нужно Понимать Это Как Метафора Моисей Просил С точки зрения Рамбама Он говорит Моисей Что просил Моисей Хотел Познать Сущность Да Сущность Как Вообще Что это Такое Что такое Бог Вдруг Решил Хотя Можно было бы Задать Вопросы Конечно Тому же Маймонину А как Ты тогда Истолкуешь Неопалимую Купи Ну Там Да Ну да Ну хорошо Нет Вопросы Есть Но У него Есть ответы На эти Вопросы Но В любом Случа Это Как бы Запрос Относительно Того Что я Хочу Хочу Все знать Бог ему Говорит Нет Все Знать Нельзя Вот Не все Это и есть Со спиной Но Кое Что Да То есть Это вопрос Вот этого Самого Уровня Познания То есть Тот уровень Познания Который Дал Моисею Это Не все А что Такое Это не все Это умение Отличить Любое Сущее От Вот этого Первосущего Не постижение Того Что такое Первосущий Что такое Первосущий Так он и остался В неведении А вот Отличить его От всего остального Да Это то Что было Ему Дан И это Называется Со спиной То есть Это метафора Ну вот Ты сейчас Сказал И это Как бы У меня Тоже Это было В голове Что Ассоциация С Как ты Сказал Ассоциация Не Что Такой Купина Не Чего-то Купина Неопалимая Неспалимая Неспалимая Купина Окей Ну там Как-то Было Понятнее Да Потому Что Е Окей О Это Понятно Все Ну то есть Непонятно Но это Как бы Непонятно Хотя В стезе Непонятного Находится Меохор Это Вообще Непонятно Почему Непонятно Он говорит Это метафора Того Что Было Открыто Не все Вот и все А лицо Спина Это Ну Метафора А вот У меня Тоже Вопрос Возник Получается Что Интересно Когда Были Адам И Ева В Эдемском Саду Они Видели Они Как бы Познали Бога Полностью Нет И тогда И после Мало ли Кто видел У нас В Писании Много Кто С Авраамом Богом Общался Авраам С ним Спорил В общем Многим Открывался Яков Видел Лестницу И так Далее Все это Все эти Эпизоды Естественно Маймонит Будет Интерпретировать Определенным Образом Некоторые Из них Более подробно Некоторые Менее подробно Но он будет Их касаться И мы увидим В том числе Например То что Моисей Отвернул Лицо Когда Вот он видел Этот самый Несгораемый Куст И про Адама И Еву Тоже Мы прочитаем Путеводители Растеряны Да И еще Можно Получается Когда Бог Создал Адама Да Сам Адам Его И так И не увидел Бога Ну Насчет Увидел Не увидел Неизвестно То что Он не Постиг Ведь Рамбом Говорит о том Что я должен Понимать Все это Как метафора Увидеть Значит Постич Постич Нет Не постич А что Тогда Означает Это Увидел Увидим Когда будем Читать Путеводитель Растерян Хорошо Все Не будем Задержать Еще Если можно Маленькая вещь Детик Извиняюсь Вот такая Ну я не знаю Как это назвать В кавычках Скажем Упертость Муше Да Что он Казалось бы Находит С одной стороны Рабам Говорит Мы считаем Вообще Это как бы Аксиоматика Что он находится На самом супер Уровне Вообще Постижения Он дико Упирается Знаешь Что он говорит Что там А почему ты Посылаешь Со мной Пошли с кем Угодно Туда Сюда Сейчас он Как бы С претензиями Говорит Не Ну я хочу Знать Вообще О чем Как бы Речь идет Понимаешь И при этом Действительно Вот в рамке Этого То что ты говоришь Что непонятно Как от простого Человека Требуется Любить Да Любить И И И А вообще И человек Простой Не может прийти С этой претензией Сказать Послушай Ну как бы Вообще Покажи Что нибудь Расскажи Что нибудь Пятое Десятое Вот я Они показывают Все нормально Тахлис Вот это и есть Все как бы Понятно Понимаешь Да Если не понятно В чем уже мог А простой человек Не может Простой человек Не может И у простого Человека Не может быть Такой уровень Любви И страха Который был У Моисея Моисея Ты сказал Что он упирался У Моисея Тоже был путь Да То есть Он проделал Путь определенный От и до До своего Так сказать Уровня А простому человеку Рамбом говорит Слушайте ребята Успокойтесь Действительно Тирога Который тирога Да Как Моисея Вы не будете Но я Я сейчас Я Рамбом Я сейчас вам открою Вот мы же как раз Начали Я сейчас вам открою Что-то Что будет достаточно Для того Чтобы вы И любили И боялись Все Миротек Да Миротек Миротек Это не занимательное Круто Вот Очень круто Занимательное Другое слово Миротек Это круто В ряду Все просто в рядуке Находятся Окей Ну хорошо На этом заканчиваем До следующей недели До следующей недели Всем счастливо Пока Спасибо Пока